Мы, Вильячёвы, Елена и Владимир, находимся в гостях у Ноны Биттер и у Виктора Биттер. Это город Калкар, Северная Германия. Вот галерея Ноночки, посмотрите, прекрасное место. И мы вам, вот Ноночка наша, и мы вам хотим показать вход в эту галерею. Это галерея-мастерская. Ну, что бы мы вам посоветовали? Прислушивайтесь к тому, что должно быть в вашей мастерской. В вашей мастерской должно быть место только для вас. Если вы собираетесь стать профессиональными художниками, ваше место должно быть всё время на одной территории. Смотрите, самое главное. Ноночка, иди сюда, садись. Вот место художника, которое должно быть оборудовано. Вот рабочее место, главное место в мастерской. Стул. Удобный стул. Удобный стул, чтобы вы себя хорошо чувствовали сидя. Удобный мольвер, который, к которому вы привыкли и который с вами сдружился. По правую сторону должна быть палитра. Вот она, палитра. По левую сторону должны быть краски. Впереди, впереди должен быть натюрмортный столик. Вот он. И, конечно же, самое главное, запомните, это самое главное. Свет на натюрмортный столик должен падать из окна или слева, или справа. Почему? Потому что, когда свет попадает на предмет, который рисует художник, этот предмет образует правильную форму. Правильную форму светотеней натурального света. Пошли дальше. Ноночка, рассказывай, что еще есть в мастерской. Мастерская. Пойдем. Очень много всего важного. Во-первых, была проблема, где хранить картины. Так как не все картины можно вырешать, не хочется, может быть, может быть, не обязательно. В принципе, придумали такую конструкцию, благодаря моему мужу. Сделал мне такую симпатичную конструкцию, где я могу хранить все свои картины. В принципе, без разницы от возраста и размера. Мы уже посмотрели более-менее, чтобы размеры подходили. И, в принципе, очень удобно, где можно взять любую картинку, посмотреть, доработать. Опять-таки же, поставить. Есть место, где просушка, во-первых, хорошо идет вентиляция. И я благодарна ему за это. Есть полки для книг. Библиотека маленькая, своя. Натюрмортный фонд на антресолях. Два шкафа с натюрмортным фоном. Планши это всех разных возможностей, где можно заниматься графикой. И, в принципе, так как немножко еще и творческая студия, не только для меня, а и для моих гостей. Поэтому обеденную зону. Поэтому обеденную зону. Замечательно. Пошли дальше. Идемте сюда. Столики для натюрмортов и для инсталляций обязательно. Инсталляции вам нужны для того, чтобы будить свое творческое воображение. Вы выстраиваете инсталляцию, вот, допустим, такую с сорокой, да? И потом по поводу этого действуйте во многих своих картинах. Пошли дальше. Компьютерная территория, да? Допустим, для детей. Ну, мне-то, в принципе, нужна какая-то картинка распечатана. Музыкальный центр. В принципе, это уже стало немножко даже необходимо. Приходишь, включаешь музыку и счастливы. И зона территория. Территория маленькой кухоньки. Маленькой кухоньки. Ну, очень уютно. Скажи про кухоньку. А, кухонька. Мы сейчас, конечно, готовили завтрак. Не, не заходи. Маленькая кофейная машина, маленький холодильник. Не обязательно посудомоечная машина. Но так как у меня она есть, я очень, очень рада. Цветы и животные. Цветы и животные. Самое главное. Есть любимый цветок и есть любимые животные. Это наша охатинская улитка. У нее поселилась еще одна улиточка. Дали им имена. Это у нас гелери, а то и в тандосе у нас. Это сертификаты. Да, имею сертификаты. Счастливо. Отлично. И вот очень важно, чтобы вы могли свои картины выставить и посмотреть на них. Вот как мы с Ноночкой выставили Нонны картины. Это начало ее персональной выставки. Мы выставили, и мы можем видеть все, чего добился художник в течение года. Ты года учишься у нас. А теперь прекрасный натюрмортный фонд, который... Который я собрала. Собрала Нонна. Нонна, посмотрите, какой натюрмортный фонд. Просто прелесть. Старинный шкаф. И, конечно же, там драгоценная посуда, артефакты. В общем-то, все, что надо для того, чтобы выстраивать прекрасные натюрморты. Конечно, скелет. Конечно, скелет, чтобы обзяться. Беталатомия. Беталатомия. Беталатомия, да? Пластическая анатомия. И вот еще один филиал натюрмортного фонда. Расскажите, что подсобное. Ноночка, а скажи мне, а вот удалось сделать еще подсобные помещения? Да. Подвал. Да, у нас в нашем ателье есть подвал, где будут производиться рамы. Это все запланировано. Сейчас я еще покажу одно подсобное. Можно сказать, такое хранилище. Хранилище. Маленькая комната, оборудовали. Есть ткани, есть всякие предметы, утвари и так далее. Там еще можешь пройтись, там немножко мало света. Здесь стоят пару вещей, которые просто заходишь, садишься на стулочко, они тебя как бы дают инспирацию немножко даже. Приобрела пару стульев из прошлого века. Собирают травы, сушину. Большой натюрмортный фонд, да? Да, большой. Информационный. Натюрмортный фонд уже собрался, большой. В принципе, от всего получаю какую-то информацию, как действовать дальше, что еще возможно приобретать. В принципе, очень благодарна Елене за это. Научили, меня научили, как собирать, что подбирать. И каждый предмет тебе дает информацию для твоих будущих картин. Да, вот здесь я кайфую. Я здесь кайфую. Я тут сажусь, и меня где-то какие-то мысли приводят на новые работы, воспоминания в основном. И, конечно... Это пенальчики, ящички для красок, для... Нет, это старинные, это бабушкины, дедушкины. Это что-то, какие-то ящички. В принципе, все собирается. Вот смотри, у нас даже такой ящик из-под сигар. В принципе, другой бы человек выкинул, может быть, а я все-таки оставила. Потому что мне, да, 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 что-то, может быть, еще и пригодится. Да. Для этого нужно, конечно, место. Я очень... И, конечно же... Ну да, естественно. Туалет... Куда же без этого? Узенький, уютный туалетик с мывальником. Можно уединиться и подумать о своих будущих картинках. О вечности, например. Да-да, о вечности. И вот еще один блок помещений. Это подвальное помещение. Я так понимаю, где будут рамы изготавливаться. Ну, сейчас больше хранилища, да, но при оборудовании потихонечку у нас все это в мастерскую для рам. Место есть, работать можно. В принципе, пока что здесь как хранилище. А в будущем все это преоборудуется на... Ну, уже даже инструмент есть какой-то, да? Да, инструмент уже потихонечку собирает, в принципе. Вот Виктор будет этим заниматься. Да. Замечательно. Согласился. Любезно согласился. Любезно согласился на изготовление рам. Так что... Спасибо, Анна. Очень интересная экскурсия. Я думаю, что нашим студентам будет очень полезно. Академия. 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 Продолжение следует...